Газпром может продать Северный поток-2 другому сертифицированному оператору, чтобы обойти газовую директиву ЕС, написала Франкфуртер Аргемана Цайтунг со ссылкой на заявление немецких чиновников. В чем суть этой директивы и пойдет ли на атакуя Россия? Подробности в ближайшие 15 минут. Газпром может продать Северный поток-2. Об этом сообщила немецкая газета Франкфуртер Аргемана Цайтунг. Кто может купить газопровод, пока неизвестно. Как отмечает издание, продать с оператора трубы Нордстрим-2 российской корпорации предложили германские чиновники. Связано это с европейской газовой директивой, которая гласит, что трубопровод должен либо наполовину заполняться альтернативным поставщиком газа, его, к слову, не существует, либо часть трубы, проходящая по территории ЕС, должна принадлежать сторонней компании. Какой вариант может выбрать Газпром? Мнение гендиректора Фонда национальной энергобезопасности Константина Симонова. На самом деле, если читать третью энергетическую директиву, там нет необходимости именно продавать компанию. Там прописан статус независимого оператора. То есть там важнее, на самом деле, даже не факт владения, а именно факт отделения бизнеса материнской компании от дочерней компании. То есть, чтобы материнская компания не вмешивалась в деятельность компании, которая владеет. Но, окей, если есть необходимость именно продажи, сейчас этого нет в третьем энергопакете, но если немецкие чиновники будут так трактовать эту историю, то, конечно, для Газпрома гораздо более важным является возможность полного заполнения трубы. Это совершенно очевидно. Почему? Потому что это позволяет Газпрому довольно сильно экономить на транзите. Транспортное плечо намного меньше, чем через Украину. Я даже убираю весь фактор, связанный с Украиной, с теми проблемами, которые создает Украина. Просто банально этот маршрут окажется дешевле. Но, опять же, это вопрос цены. Безусловно, для Газпрома более ценным будет являться возможность полного заполнения. Гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов. Подобные ограничения действуют и для Северного потока-1, но ЕС может делать для него исключение, разрешая заполнять трубопровод почти полностью, когда Европе не хватает топлива. Сейчас европейские хранилища газа заполнены на минимальном уровне за 8 лет, и если предстоящая зима будет холодной, то и для Северного потока-2, вероятно, тоже сделают исключение, комментирует немецкий политолог Александр Рар. Бредовое какое-то предложение, непродуманное. Кто-то хочет на сенсации какой-то зарабатывать, когда выдают сейчас идеи. Я думаю, что нужно просто успокоиться всем аналитикам и серьезно посмотреть на вещи. Сначала давайте достроим эту трубу. Она будет достроиться. Потом посмотрим, какая будет зима в конце 2021-го, в начале 2022-го года. Потому что мы же сейчас видим, с одной стороны, Европа кричит, что нам не нужен российский газ, что мы откажемся в 1945-м году от газа, от нефти и от угля. Всем это не нужно. С другой стороны, кричат, что Россия не подает достаточно газа сейчас в хранилище Европы. И есть опасность, что мы будем все мерзнуть. Так что я вас уверяю просто, как только зима будет серьезной и холодной, то все эти директивы очень быстро забудут. И начнут идти на компромиссы и на разрешения, которые тоже возможны. И прокачка будет так же, как Северный поток-1. Будет Северный поток-2. Я думаю, почти уверен. И кроме того, в Европе просто тоже забывают. Они все еще не понимают. Здесь газовой добычи нет. Она прекратилась. В Европе фактически больше трети газа, который потребляла, добывала у себя. Сейчас все заканчивается. Так что, конечно, нужно газ через новую инфраструктуру получать. Третий момент. Украинские эти самые трубы, которые могут в любой момент прекратить действовать. Они все морально устарели. Все знают. Это не русские говорят. Это говорят сами немцы. И в таком случае, вы думаете, все будут держаться за директиву и говорить, что вот мы верим в эту директиву, она запрещает России качать газ. Нет. Будет благодарить просто тех архитекторов сей на потоке-1 и 2, что такие проекты построены. Немецкий политолог Александр Рер «Газпром» планирует начать прокачку газа по Северному потоку-2 не позже начала ноября и до конца года поставить по трубе более 5,5 миллиардов кубометров голубого топлива. Продолжение следует...